В век плазмы и 3D-кинотеатров уже никто не помнит, какие телевизоры смотрели наши родители полвека назад. Популярный в Советском Союзе Неман, сделавший телевидение доступных для всех, сейчас заставляет улыбнуться. Герой нашего следующего сюжета собрал целую коллекцию раритетных телерадиоприемников, многие из которых до сих пор в рабочем состоянии. О техническом прогрессе, любви к истории и золотых ругах телемастера смотрите в материале Тины Копачевской и Михаила Варгулёва. Ремонтировать и мастерить телерадиоаппаратуру Валерий Беляев начал с 17 лет, сразу после школы. По его словам, это было не столько увлечение, сколько призвание. Постепенно Валерий начал собирать старые телевизоры. И вот уже за 35 лет в его коллекции более 50 экземпляров раритетной аппаратуры. На создание такой коллекции его потолкнули клиенты, стремящиеся избавиться от старого хлама. А для Валерия это великая ценность история. Поэтому он ничего не выбрасывал, а наоборот, чинил и приводил в первозданный вид. Пройдёт много времени, проезжают гости, проедут внуки. И интересно заглянуть за горизонт прошлого времени, какая была у нас радиоаппаратура. Сейчас же всё из нашего производства нет, всё оттуда за границей, это самая импортная. Интересно, я думаю, будет посмотреть, какая была техника у нас. За горизонт времени интересно заглянуть всем. В местном Доме культуры выставки послевоенной техники пользовались популярностью. Особенно у молодёжи. Но особую гордость испытывает жена коллекционера Ольга Беляева. Ведь всю аппаратуру он чинил своими руками и практически всё в рабочем состоянии. Но нравилось ей такое занятие мужа далеко не всегда. В начале это мне было не очень интересно, потому что это всё стояло в доме, всё стояло вместо тумбочек, у нас под телевизорами, на шкафах, там стенка в зале. У меня приёмники старые стоят. Мне, конечно, это осердило. Ну а потом, наверное, Валера свой заряд этой энергии, этого интереса к этой технике передалось и мне постепенно. И мне тоже как-то привыкло уже к этому. В коллекции Валерия есть особенно дорогой ему экспонат – это патефон. Включая его, он словно возвращается в прошлое. Из старых динамиков до сих пор раздаётся скрипучий звук популярной когда-то песни. Радиоприборы – это не единственное, что бережно хранит Валерий. Гордость коллекции – послевоенный мотоцикл ИЖ-49, который появился у него лет 10 назад от местного жителя. Мотоцикл до сих пор на ходу, и его нынешний обладатель любит в хорошую погодку прокатиться на нём с ветерком по Прикубанскому. Выкупил этот мотоцикл, забрал у него, восстановил её, как видите, и он сейчас полностью на ходу. В любом случае можно сесть на нём и поехать. Вы на нём часто катаетесь? А? Как тепло, так и пытаемся. Сейчас Валерий Беляев – предприниматель. Он арендовал маленький магазин и продаёт антенны, радиодетали, а также занимается их установкой. Но его главной мечтой остаётся расширить свою коллекцию. Валерий надеется, что ему смогут помочь земляки. Он всегда в поиске людей, с кем можно обменяться или выкупить по интернету старые телевизоры, радиоприёмники, магнитофоны и проигрыватели. Чтобы в будущем сделать целый музей редкой аппаратуры. Ведь это наша история и память. Дина Копачевская, Михаил Варгулёв, программа «События».